Добрый день, дорогие друзья. Сегодня я познакомлю вас с жизнью и творчеством народной артистки РСФСР. Светлана Крючкова родилась 22 июня 1950 года в Кишиневе в семье военнослужащего. Так как ее отец всю свою жизнь посвятил армии, Светлана и ее брат и сестра росли в условиях строжайшей дисциплины. Поэтому с раннего детства актриса привыкла действовать по существу, не разводя лишних споров и демагогии. Светлана всегда любила кино и уже в старших классах мечтала стать актрисой. В погоне за своей мечтой, она, едва окончив школу, переехала в Москву. До поступления в школу студию имени Немировича Данченко работала оператором вычислительного центра, слесарем-сборщиком на ЗИЛ, лаборантом в Кишиневском сельхозинституте. В 1969 году с третьего раза поступила в школу-студию МХАТ, в 1973 году окончила школу-студию и стала актрисой Московского художественного театра. Поначалу Светлану Крючкову использовали в амплуа роковой женщины. Высокая, статная, с волевым лицом и копной золотисто-рыжих волос, она воплощала на студенческой сцене образы женщин волевых, сильных. Светлана Крючкова дебютировала в кино в 1973 году. Свою первую роль в художественном фильме Крючкова сыграла, будучи студенткой второго курса. В картине «Офицер запаса» она появилась в кадре на пару минут в образе секретарши в приемной высокопоставленного чиновника. Зато вторая ее кинолента, комедийная мелодрама «Большая перемена» моментально сделала актрису знаменитой. Наивная, мечтающая о большой и светлой любви Нелли полюбилась всем без исключения. На молодую артистку обрушился шквал предложений и новые роли в кино не заставили себя долго ждать. В 1975 году на экраны СССР вышел знаменитый сборник новелл «Не может быть», где Светлане досталась роль Зинаиды в истории под названием «Забавные приключения». В этом же году телезрители всей страны переживали за героев драмы «Старший сын» с Николаем Караченцевым и Михаилом Боярским в главных ролях. Светлане достался хоть и второстепенный, но очень яркий эмоциональный персонаж, запоминающийся с первых кадров. Светлана Крючкова актриса вне амплуа. Ее талант упасила роль любой драматической сложности и психологической глубины. После романтичной Нелли Ледневой в «Большой перемене» она перевоплотилась в незадачливую Агафью Тихоновну в «Женитьбе», а затем в загадочную Эльзу Берримор в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В период с 1980 по 2001 годы с участием актрисы вышли такие известные киноленты, как «Родня», «Чучело», «Выйти замуж за капитана», «Курьер», «Змея лов», «Зимние вишни», «Мой муж инопланетянин», «Жизнь Клима Сангина», «Старые клячи», «Тоталитарный роман» и «Утомленные солнцем». Дважды Крючкова играла императрицу Екатерину Вторую, одним из самых характерных образов знаменитости стала роль супруги генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева Виктории Петровны. Крючкова также воплотила психологически тяжелый и многослойный характер бабушки Саши Савельева Нины Антоновны в фильме «Похороните меня за плинтусом». Яркой страницей в фильмографии артистки-зрители считают сериал «Ликвидация». Светлана исполнила роль еврейской мамы, тети Песи. Картина создавалась в Одессе, сцены с актрисой снимались в одном из городских дворов, атмосфера которого напомнила исполнительнице ее далекое детство. Вплоть до двухтысячных актриса активно снималась, не переставая радовать поклонников неизменными хитами со своим участием. Сейчас Светлана Крючкова продолжает сниматься в кино, но уже не столь часто как раньше. Основные ее силы уходят на организацию сольных музыкально-поэтических вечеров и связанные с ними гастроли. Она выступает в филармонических и концертных залах России с различными поэтическими программами. В ее репертуаре — Боротынский, Пушкин, Лермонтов, Чучев, Бунин, Бродский, Ахматова, Цветаева. С 1998 по 2002 годы — профессор и мастер актерского курса Санкт-Петербургского университета профсоюзов. В 2003 году на базе выпускников курса был создан театр-студия под ее руководством. Светлана Крючкова является президентом кинофестиваля ВИВАД Кино России, в Санкт-Петербурге. С 2016 года ведет лабораторию актерского мастерства при Союзе театральных деятелей Российской Федерации. Первый муж Михаил Стародуб — поэт и актер, они вместе учились в школе-студии МХАТ. Второй муж Юрий Векслер — кинооператор, снявший фильм из семь невест Ефрейта Разбруева «Зимняя вишня», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Сен-Дмитрий — живет во Франции. Третий муж Александр Молодцов — художник-декоратор, сын Александр. Светлана Крючкова — лауреат Царскосельской художественной премии. Награждена Орденом Дружбы за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность. Получила приз Киевского международного кинофестиваля «Лучшая женская роль» в фильме «Луна в Зените». Приз за лучшую женскую эпизодическую роль в фильме «Утомленные солнцем» на кинофестивале созвездия. Дорогие друзья, я благодарю вас за лайки и комментарии. Желаю здоровья, удачи и всего самого наилучшего.